Девушки отдыхают 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 Субтитры создавал DimaTorzok Отлично. Ученик превзошел учителя. Я учился у лучших, но теперь лучше я, раз уж я тебя победил. Победный клич! Вы заметили, что неделя тянется как-то медленно? Эй, а что если дело не в неделе? Что-то происходит, но мы просто не чувствуем. Да нет же, мы во всем участвуем. Да, когда что-то происходит, в центре всегда ты, или я, или Наклс, или Стикс, или Эмми. Что там? Не вижу. Может подойти с другой стороны посмотреть? Как будто она ждет свидания. Свидания? Класс, мнение, дело, и не смотрите так. Эггман! Надо его остановить! Ты это сделал! Молодец! Не отдал мне притворить в жизнь мой злодейский план, ведь я именно поэтому был здесь. Да, кстати, мне пора. Его атака не показалась вам странной? Нет, он наводил ужас, я была в страхе. Эггман перед атакой обычно не стучится. Что происходит, Эмми? Ничего. Я слабая беспомощная девушка, и вы все спасли меня. Ладно, мы с Эгманом товарищи по пушистым собачкам. Ты дружишь с Эгманом? Только когда мы не сражаемся. И мы товарищи по собачкам. Завтра мы с ним идем на собакон. Это заговор. Хитрость, уловка, подстава, а ты наивная, доверчивая, марионетка в его руках. Нет, Стикс, все гораздо хуже. Думаю, они и правда идут на этот конвент, посвященный собачкам. А так как Эгману я не доверяю, мы идем на этот собакон. Хотя я и опасаюсь за свой имидж уличного парня. Это чудесно. Я редко использую это слово. Эй, я только что нашел сырную палочку. Чудесно. Сколько прелестных аксессуаров. Эй, парень, чего хочешь за пуделя? Простите, но я не могу с ним расстаться. У каждого есть цена. Давай я дам тебе маламута миссии, питбуля поли и добавлю парочку роботов. Знаешь что, то же самое, но без орбота и кьюбота. Видишь, уже лучше. Нет. Ладно, ты не уступчив. Давай так, я добавлю робота-уничтожителя. Дети любят таких роботов. Мой сын обойдется без гигантской машины для уничтожений. Ты ничего не понимаешь в детской безопасности? Мой малыш! Ладно, мама ушла. Что скажешь? Вот прелестная шляпка. Если ее активировать перед очарованием собачки, невозможно устоять. Помогите! Кто-то или что-то нападает! Общество молний! Надо разобраться с этими неудачниками. Куда они пошли? Идем ты, ничтожество! Нет, я не виновен. Не забирай меня, брат. Что ж, мир пушистых собачек так же суров. Этот парень украл моего пуделя. Нет, мы обменялись. Твой пудель, красавчик, за то, чтобы я не уничтожил все, что тебе дорого. Заканчивай уже, Эггман. Нет, Соник, дай мне разобраться по-своему. Эггман, предлагаю игровую дуэль. Если я выиграю, ты отдаешь ребенку пуделя. Хорошо, но если ты проиграешь, я получу бульдога Герти. Зачем? От нее ведь никакого толку. Но ты ее любишь, а я ведь злодей. Я знаю твою тактику. Это же элементарно. Как? У тебя осталось только Герти. Самая слабая фигура в игре. Я разыграл тебя как по нотам. Просто классика жанра. Прямо как тогда, когда я украл пудель, отвлекая вас горным обвалом и подставил обществу молний. Свалил вину, да? Хорошая идея. Герти, давай наследим, ладно? О, я почти забыла. Прелестная шляпка. Теперь Герти самая очаровательная собачка на доске. Никто ни в чем ее не обвинит. Так что вина за грязные следы падет на другую собачку. А поскольку у меня больше никого нет, я обвиню твоего пуделя. Нет, не честно. Как ты вообще можешь? Тебе не победить. Отдавай пуделя. Нет, там нет. Хорошо. Тогда мы больше не товарищи. Ну... 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 А я-то думал, что мы лучшие друзья. Хорошо. Я верну пуделя. До следующей недели. Прямо после взрыва. То есть, после того, как я покрашу свою игровую. И игра окончена. Я победила. Фильм озвучен по заказу ЗАО Первый канал Всемирная сеть. СОНИК БУМ Врага мощнее мы не видели. Похоже, наконец, мы встретили равного. Не следовало сомневаться в удивительных умениях и невероятной силе стажера Дэйва. А теперь мой гнев обрушится на вас, как... Как дождь. Болезненный дождь. Как, когда идешь по улице, ничего не подозревая, вдруг... БАМ! Дождь! А теперь... Готовьтесь встретить конец! Пожалуйста, Дэйв, умоляю о пощаде! Я беспощаден. Я же работаю в индустрии фастфуда! Дэйв, что ты там делаешь? Ничего, мам. Будешь весь день в куклы играть? Или попробуешь стать настоящим злодеем? Это экшн-фигурки! Я и есть злодей! Помнишь, я же член общества молний. Неудачники. Почему ты не похож на доктора Эггмана? Такой прекрасный, ужасный человек. Я тоже ужасен. Ты не знаешь, на что я способен и кем я стану. Не знаешь, я плохой. У меня есть такие дурные вещи, о которых ты не знаешь. Я буду злом, а то увидишь. Возможно, это пока наш самый коварный план. Да. Когда люди попытаются поднять приклеенные монеты, они будут ужасно разочарованы. Дэйв, ты как, с нами? Простите, но мама запрещает мне общаться с вами. Вы оказываете на меня недостаточно плохое влияние. Ой, четвертак. Подберу его, пока владелец не вернулся. Коварные планы, злодейские замыслы. Все же есть. Пусть у меня пока нет суперсил, но... Возможно, я смогу их скопировать. Когда я активирую морозильный луч, Соник с друзьями превратятся в лед навеки. Ха-ха-ха-ха... Чудесный прохладный бриз. С помощью этого увеличительного стекла я обрету силу солнца, чтобы поджарить этих болванов. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Класс! Да! О, ужас, джунгли! Приказываю вам атаковать и уничтожить! Голодайте! Голодайте, неся возвездия! Ух ты! Злодейство на пять с плюсом, парень! Ты ничему не научился, как мой стажер! В сторону, сынок, смотри на работу мастера! Насладись видом моей новейшей электроклетки! В которую я точно смогу поймать Соника и его друзей! О, как по-злодейски! Чтобы стать суперзлодеем, нужны суперзлодейские технологии! А у тебя что есть? Картонный шлем и скидка в нямбургере! Неправда! Скидку дают только управляющим! Я устал от того, что меня никто не ценит! Что происходит? Где я? Ты в моем подземном логове! Похоже на обычный подвал! Я же сказал, что оно подземное! Тебе это с рук не сойдет! Арбот и Кьювот уже спешат мне на помощь! Тебе не кажется, что чего-то не хватает? Не знаю! Стой, знаю! Мои игрушки! Надо расположиться поудобнее! Экстренное сообщение из мира злодейства! Многолетний сильный игрок доктор Эггман больше не самый ужасный злодей в городе! Мы получили шокирующее видео от неудачника, который всегда путает мой заказ в нямбургере! Доктора Эггмана заменил я! Новый ужасающий король злодейства! Стажер Дэйв! Дэйв! Нет, постойте! Теперь я непобедимый Дэйв! Соник, теперь я твой новый главный враг! Я вызываю тебя на бой! Пади в страхе передо мной! Дэвид! Иди наверх и примерь новую пижаму! Как ты хотел, с машинками! Мама! Ты меня позоришь у всех на глазах! Здесь ёжик Соник! Соник, что ты скажешь? Если честно, сэр, я рад, что Эггмана больше нет с нами! Слышишь, Дэйв? Соник рад, что я больше не могу напасть на него! Я побеждаю! Ой, я ведь в клетке! Что до Дэйва? Если честно, он не представляет угрозы! Разве что опасна его стряпня! Пищевой инфекцией это не смешно! А вот Дэйв уморительный! Тихо! Я покажу Сонику, как надо мной смеяться! Эх, ты привыкнешь! Мне просто нужно немного силы! И я знаю, где её взять! Даже не думай заявиться ко мне в логово за моей злодейской технологией! Вообще, я собирался сходить в тренажёрный зал! Но украсть твои технологии – это план получше! Почему я не уважал Дэйва? Почему? Возмездие будет! Ну, давай, дурацкая штука, поворачивай! Возмездие! Кажется, он думает, что возмездие будет чем-то, но я не уверен, чем! На это тяжело смотреть! Соник, нужно это прекратить! Я займусь! А вы не дайте Дэйву попасть в беду или причинить вред кому-то! А я героически помчусь за помощью! Неудивительно, что Соник ненавидит ловушки! Так неприятно! В следующий раз, проектируя ловушку, я оставлю в ней журналы, прохладительные напитки и настольные игры, чтобы пленник понимал, как его ценят! Эггман! Дэйв бесчинствует в городке с твоим осьми ботом! Он же не использует чернила! Они стоят целое состояние! Я разорюсь! Обсудим, когда я тебя спасу! Спасёшь? О, нет! Меня не может спасти мой главный враг! Друзья меня засмеют! Друзья? У меня есть друзья! Я не обязан тебе это доказывать! Может быть, ты просто уйдёшь со мной? Я и сам могу отсюда уйти! Спасибо! Что там происходит? Ничего, миссис Мамадеева! Это всё ты виноват! Ты ведёшь себя совсем как маленький ребёнок! Я не ребёнок! Не заставляйте меня спускаться! О, нет, она идёт! Ладно, выпусти меня! Контроллер вон там! Только не говори никому, что спас меня! Народ, я спас Эггмана! Просил же тебя! Как нам выключить эту штуку? Так я и рассказал тебе, как выключать моего робота! Только не поцарапай полировку! Я иди на ковбой! Это же щупальца! Эггман, как он выключается? Нет, ничего я не скажу! Да ладно! Если тратишь чернила, хотя бы попадай! Да я разорюсь! А ты купи нелицензионные чернила! А может, сразу смыть деньги в унитаз? Такие чернила не работают! Ладно, я помогу с выключением! Между верхним и нижним клювом есть переключатель! Это где? На ходовой части! У сифонов! Ты что, в восьми батах не разбираешься? Я не подпущу тебя к моим сифонам! Ой! Ой! Наконец-то мама будет мной гордиться! Ведь я уничтожу ёжика Соника! Запечатлю-ка я это мгновение для потомков! Он развернул зеркала и изменил все настройки! А у меня откопилка пустая! А там были деньги! Вытащите меня отсюда! Мамуля! Дэвид, это ты разрушил мой дом! Ах, да, мама! Ты сделал ужасную вещь! Я так тобой горжусь! Так я не неудачник! Нет! Ты злодей! Думаю, дело сделано! Идём, народ! Пора домой! Эй! Четвертак! Ха-ха-ха-ха-ха! Соник Бум! А-а-а! Что здесь было? А, поконкретнее! О, хаос! Забавная история! Всё началось в нямбургере! Совсем неплохо! Да, даже бумага не чувствуется! Ах, я просила без майонеза! А-а-а! А-а-а! Да ладно! Я так себя не веду! Эй, не перебивай меня! Так о чём я? Ах, да! Нас так смутило странное поведение Эми, что мы ушли из нямбургера! А-а-а! О! С вами всё в порядке, мисс? Ты же... Да, я Ёжик Соник, самый быстрый герой в мире! Защитник справедливости, несу добро... Ем челедоги! А-а-а! Успокойся, Перси! Просто сбываются все мечты! Извини! Не волнуйся, я привык! Просто глубоко вдохни и расскажи всё Сонику! Она упала с велосипеда и ушибла руку! О, Эми, прошу тебя, не ревнуй меня к другим! Не обращай внимания, она ко мне неровно дышит! Ну, ясно! Именно! Посмотрим, что можно сделать с велосипедом! Наклз, неси его сюда! Это булыжник! Я сказал велосипед! Но я не держусь, ты же бестолочь! Спасибо, Соник! Ой, Перси, ты ушиблась! Я знаю, что делать! Надо прочитать тебе лекцию по безопасности! Никогда не садись! Эми! Перси, нужна повязка на руку! Здорово! А ты можешь разрулить любую ситуацию! И вуаля! Я не смог найти велосипед! Но кто-то из нас может съездить за ним на этом! О, прости за шарф! Опять я напортачил! Это всегда происходит, когда Соник не отдает прямых приказов! Хм, я мог бы, конечно, починить и голыми руками, но с инструментом будет удобнее! В мастерскую к Тейлзу! Эй, будьте осторожны с тем роботом! Она, наверное, и шпион, и транслирует наши секреты своим механическим хозяевам! Теме, которые заставляют мигать 12.00 на микроволновке, хотя ты только вчера вечером выставил время! Не обращай внимания, вообще-то она милая! Тейлз? Наверное, его нет! Неважно, я героически починю этот велосипед голыми руками и сварочным лазером! Эми, займись её травмой! Угу! Наклз, а ты тем временем приведи в порядок шарф! Промышленная лабораторная печь Тейлза – идеальное место для сушки тонкого шарфа! Грелки явно недостаточно! Наклз, принеси подушку! Мой босс не ты, а Соник! Но я люблю покомандовать, и все должны слушаться, потому что так я компенсирую свою неуверенность! Не бросай в меня, а передай аккуратно! Дети, видите себя прилично! Вот почему у нас нет красивых вещей! Так что я взялся за дело в стиле Соника и потушил пожар, который, видимо, устроил Наклз, решив просушить шарф в печи! Всё было не так! Я расскажу настоящую историю! Давно я уже не видел неуловимого белого кита! Наклз, мы говорим о моей мастерской! Сейчас дойду! Итак, белый кит разнёс нёмбургер! Стоп! Это я кит? Шшшш! Мы направлялись домой, когда наткнулись на перси! Соник, как обычно, выставил себя на посмешище! Привет! Я Ёжик Соник! Даже не слышала! А кто твой друг? Я просто скромный и хидно! Вот почему я не хвалюсь своим мальчишеским шармом, невообразимой силой и способностью быстро соображать! Ну, понимаете, умом! Ух ты! Мускулы и острый ум! Знаю! Медик, подлатай руку прекрасной даме! Надеюсь, я смогу оказаться полезной капитан Наклз! О, Эмми! Если ты забыла, что такое рука! Вот! Это она! Ух ты! Да ты совершенство! В подарочной упаковке! Соник, какой ты неуклюжий! Постоянно падаешь! Смотри, что ты наделал! Идем, моя красавица! Мы должны отправиться в кассу Детейлз, чтобы починить бичек лето, пока Соник его не доломал! Эй, народ! Скотт, подождите! Эй, осторожней с этим пришельцем! Она украдет наш скот, проберется в дома и подменит двойниками! Это просто классика! Классика! Не обращай внимания! Вообще, она милая! Соник, ты с чем-нибудь можешь справиться? Твой шарф такой новый, но ему не сравнится с красотой хозяйки! А как работает эта грелка? Подушка для прекрасной дамы? Эй, я врач! Я дам ей подушку! Я хочу дать ей подушку, чтобы быть похожим на моего героя Наклза! Так я потушил огонь своим ледяным дыханием! Пожар, наверное, начался, когда Эмми бросила грелку на те старые газеты, она не очень умна! Всё было совсем не так! Сейчас я расскажу, что случилось! Мы все решили, что сервис в Нямбургере ужасный, так что мы ушли! Так мы столкнулись с Перси, которая сделала вид, что попала в беду! Кажется, я упала с велосипеда и ушибла свою ручку! Если бы только какой-нибудь герой спас бедную маленькую меня! Ты прелестна! Кто-нибудь из вас, красавчиков, не принесёт мне мой велосипед? Хотя этой сирене и удалось заворожить моих друзей, я бескорыстно оказала медицинскую помощь, бесстыжая соблазнительница! Ах ты прелестная бедняжка! Позволь мне помочь тебе! А теперь займёмся велосипедом! Я знаю, где его починить! Берегитесь, агента правительства! Всё начинается с районных постановлений и судов, а потом мяукнуть не успеешь! Бум! И наши налоги идут на пользу другим! Не нам! Не обращай внимания! Вообще она милая! Милая, отдохни здесь, а я сейчас принесу тебе грелку! Наклз, а ты, пожалуйста, почисть шарф! Соник! Может быть, лучше дождаться Тейлза? Ни за что! Я сам справлюсь! Смотри, красотка! Моя бедная ручка так болит! Вот бы я могла положить её на подушечку! Она хочет, чтобы это был я! Как единственный здравомыслящий человек, я потушила пожар, который начался, потому что Соник забыл выключить лазер! Выдумки! Да ты просто отвлёкся! Просто я красавец! Это и дар, и тяжёлая ноша! Хватит! Целых три истории, и никто не рассказал правды! Вот как всё было на самом деле! У меня случилась неприятность с велосипедом, когда... Привет! Я Ёжик Соник, выдающийся герой! А у тебя нет инструментов, чтобы починить велосипед? Нет! Но, может, тебя интересует... Внешность? Ничего! Не волнуйся, я починю! Нет! Я! Тебе это просто нравится, да? Ссорить мужчин? Современная женщина может о себе позаботиться! Я могу о себе позаботиться, но у меня нет инструментов, и я ушибла руку! Видимо, мне нужно её перевязать? Да нет, просто синяк! А мне надо ехать! Не знаете, где есть инструменты? Привет! Милая! Позволь мне, а ты расслабься, пока Соник спасает мир! Ладно, постираю шарф! Прошу! Это честь для меня! Тогда я просто посижу! Хорошо, хорошо! Я дам тебе грелку! Какая за знайка? Хочешь подушку? Нет! Я принесу подушку! О, принцесса желает подушку! И стоп! А как вы вообще сюда попали? Просто зашли! И что, здесь не было никаких лазеров или клеток? Нет, просто щелчок и треск электричества! О, я знаю, что случилось! Моя новая защитная система замкнула! Это значит, что я виноват в пожаре! Старина Тейлз! Такой безответственный! Пронесла! Кто хочет мне амбургер? Люблю людей с золотыми руками! Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал» «Всемирная сеть» Продолжение следует...